Девушки отдыхают Всем привет! Сегодня выбрался на рыбалку на Фидор, на дальние берега, на дальней избушке. Избушка была там, я ходил уже сегодня до нее. Это было в отдельном ролике, который вы, возможно, видели. Но этот отдельный ролик будет посвящен рыбалке конкретно. Приехал рановато еще, в принципе, на подготовку времени уйма, потому что я не тороплюсь. Ветра сегодня нету, мошкару не отдувает. Ну и, в принципе, ветер не мешает рыбочке, с забросом ничем. Там опять стоит. Я только что его заметил. А почему людей не видел я? Интересно. Девушки пряжут. Так, на это, я думаю, наверное, со спиннингом кто-то ушел. Куда еще можно было уйти? Термос впереди прикручен. Человека нет. Он распит где. Ладно. Наше дело маленькое. Места мы их нашли. Значит, будем рыбачить. Тут вроде нет никого. Как так? По берегу не хуже она. И человека нету. Странно. Ладно, спускаемся вниз, подготавливаемся к рыбалке. Не знаю. Фидеров никаких не видно, на мотоцикле не привязано. Может, так реально, вот тут со спиннингом ушел, то почему тормоз оставил, непонятно. Друзья, если хотите смотреть еще больше роликов, смотрите их на моем канале Дзен. Канал называется Юрий Китерин, тот самый. Все другие каналы, это фейковые каналы. Вот так он выглядит. Можете зайти, подписаться, ну или просто заходить каждый день в 4 часа дня и смотреть новые ролики. Избора уют, прорубалку и так далее, и тому подобное. В общем, все в ваших руках. Смотрите больше роликов, смотрите вместе со мной, но на моем канале Дзен. Ссылка, кстати, в описании. Оснастил одно удилище, но поставил просто маркерный груз, вот здесь без кормушки клюет. Посадил большой крючок и дам дробену червя. Там, наверное, ерш или песка, ему что-нибудь такое. Ну, ты не как долбит. Ну, прикормлю я пока не буду до вечера. Сейчас буду начать второй фидер. Сейчас о нем маленько расскажу поподробнее, потому что это обновка. Без прикормки. Что это такое? Апа! Густера! Ага, беги! Это даже подлещик! Мелкий подлещик! Друзья, обновка. Это ворожанка. Optima EVO PRO 10 фидер 25 плюс нота. Больше пикер. Потому что облегченный вариант для маленьких легких кормушек. Конечно, не совсем такое место подходящее, но я буду кидать вот так вот клаусить. И думаю, что у нас будет фидер двухсоставной, если не считая вершинки. То есть вершинкой идет третий состав. Длина у него 3 метра, по-моему, да, 3 метра, по-моему, заказывал. Очень охота попробовать его прям в деле. В настоящем водоеме порыбачить, где вот хорошее количество рыбы, концентрация. У нас таких мало. Применяющего, смотрите. Тут этикетка. То есть ничего. Я дома просто достал, посмотрел и все. Здесь у меня еще, видите, все. Полиэтилене, замотан катушка-держатель. В общем, сегодня потестим эту палочку, посмотрим, как у нас в деле. Я думаю, на короткой дистанции что-нибудь тоже должно плевать. Смотря на то, что место здесь не очень перспективное на коротке. Удобная такая, ленантная улочка. Вот на нее плеща-то будет. Так, немного при кормке еще пока не замешиваюсь, так рыбачу. Чисто на грузиках, на маркерных где затормозил, там привязался. Большие червяки. Кстати, окуня уже поймал на эту а на волжанку. Блин, так приятно. Грамм 120, а тащил, знаете, отрабатывал отсюда, чики-пики. Ну, легкая удочка на руках держит, так одно удовольствие. 30 грамм, грузик стоит, тут 80. Он держит, видите, пашет. Я тошу, там упираться, чувствую, хорошая рыбина. Это, губа осталась. На крючках. так, в общем, ширно, отварено дома. будем разбавлять все. Фидер, вот, чай-крыболов, арома, фидер, чеснок, лещ, икс, 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 по любительскому методу бы ловить. Много кормить нечем. Так что, будем в экономном режиме ловить. Но я пока еще и храню прикормку. Сейчас смысл собирать только уклейку. Нафиг это надо. Опять он, долбашь я. Может, кстати, был знакомый, но опять это он рыбачил здесь. На удочку ходил. Просто, ну, как в жире, среди коряк в окнах. Окун по твичкам попадают. Так вот. Молочевка всякая. Раньше много с ним общались. Не буду говорить имя, фамилию. Там небольшая разница от имя, от фамилии я имею ввиду. Вдруг мне понравится когда-нибудь. Знаешь, мне всем нравится, когда кого-то называют в роликах. Так, ну, не знаю. Бит, иконки что-то тут клюет у меня. Ну, сейчас я заждусь вечера, начну закамливать точку. Будем ловить рыбу. Я крючки сразу большие поставил. Мелочиться не собираюсь. Я тут, знаете, уклейку, платвичку мне тут нафиг не надо. Я бонусы буду. Либо, либо, либо пропал. Иду валын. Ключок, девятый номер. Длинное цевьё. В дендробенах садится хорошо. То есть, если небольшая дендробена, еще несколько опарышей можно догонку засандалить. Так что, сами понимаете, насадка такая получается обильная. На обильную рыбу. Продолжение следует... Что, друзья, начал прикормливать на Питер? Вот, подлещ. Небольшой, но, тем не менее, уже как бы радует. Первая была платвичка. Третья кормушка. Только зафутболил. Не закармливал, ничего не делал. Стартовый закормов. Пока на второй не кормлю на дальней дистанции. Не знаю. Я... Кончится два часа ночи прикормка. Как-то не хочется домой идти. Не хочется растянуть на нас все-таки прикормку. Продолжение следует... Хм. крючок большой на факту для делать не могут милочевка там ты это точке я ключик не смысл надо поменять поводок потоньше крючок поменьше и долбить там даже не уклейка там скорее всего плава стоит я считаю пускай долго рано или поздно должен сесть и тот самый сейчас я вам покажу небольшой лайфхак катушки меня хорошие но клипсы на них хреновенькие сейчас вот я при одном забросе на пикере закидываю я вижу что у меня летит просто уже не закомпенсованная дистанция в принципе как делают бивают два кола примерно через три метра и когда уже зафиксировал дистанцию что потом и мало ли не терять когда оборвешь ты уже знаешь поколем так наматываешь определяешь дистанцию тут я оборвать я не обру саму оснастку то есть кормушка мне вряд ли пропадет коли никогда не наматываешь нас века такая то что оснастку саму потерять на кормушку оборвать возможно но это редко бывает тем не менее дистанцию как вы понимаете вот один раз потерял сейчас я ее нашел и что сделал сейчас покажу у меня есть собой сумки перманентный маркер блин поклевка ну ладно давай клюй пока там я что сделал дистанция вымерено и вот 10 ну не 10 сантиметров 7 плетенки я покрасил черный цвет они смоются до конца рыбалки сто процентов потому что она не в рабочем состоянии то есть она не намокает ничего с ней случается надеюсь видно визуально сама плетенка голубая и покрашена в черный цвет здесь я закину дальше я подмотаю до этого места и все его до кольца думаю кому-то пригодится мало ли теряете и станцию там по глупости также следоват клипс обуват так что как то так это повезло что маркер есть собой блин перед я поклевка была на фидер на котором нету блин рыба есть кормушки нету то есть я ловлю с грузиком просто окунь нет не окунь когда-то белая рыбка сапа с нами тут разговаривал видите меня не на место кормушки висит грузик не на ручки огромные тем не менее любо засекают тут отравки лучше чем на списке колупаться си хлеб колбаса лук зеленый огурцы уже созрели но не брал короче не было мало там еще так и так и и и и и и и Продолжение следует... 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 я друзья вам интересную историю про рыбалку расскажу для сюда я начал ловить когда я удивился уклейки нету как хорошо я сидел весь вечер ловил у меня там попадались там рыбки видели какие-то всякие такие но пластичка и лет уклейки нет я думаю как хорошо я сейчас стол накрою как обычного к ночи там . бот накормлена рыба подойдет крупная бот сливать короче говоря 12 часов этом кормил подлавливал рыбка попадалась средненькая вот в ладошку говорю такая и все после 12 часов ночи началась вот эта шалупой короче щеклея до щеклея щеклея до щеклея постоянно трясется федер я уже так не проверяю потому что я до 1 2 надоело уже насаживаешь там 79 опарышей кидаешь 20 секунд там сопли они висят уже запарышей ничего не остается нет нет пластичка попадется уже радость мелкая ключок большая не уже я долго как это не в себя этом батон недоеден был я уже его заряжают тормошку потому что прикормку нужно пулять то который бесконечно им пофиг что-то окидаешь можно вообще без прикормки принципе а потому что говорю на приманивали уже и хорошенько деньгель вещь я нихрена не понимаю вот все было порядка там 9 опарышей параштук еще более-менее давите параштук ну да параштук шевелиться и и и и и и и и я извиняюсь конечно не заснял но тем не менее не заснял потому что режим фото был включен фоточки маленько по поделать приступ на большой залетел подсачником воспользоваться это друзья окунь окунь такой это с полки его пожалуй маля там гонял и нагонял блин как что-то обрадовался я понял что это не вещь не подлечь потому что начался вести не совсем разумно после поклевки я думал может там езенок калаврик вот такой с полкило потому что они тоже дурные оказалось вот оно как но мульков не видно но хорошим доглотил глубоко его на течение там все таки это все хозяйство и пыхалась ему понравилось блин какие отцепить то я в процессе уже сматывания сейчас посмотрим улов ждал я порошеночка не дождался порошеночка рыба половили грех жаловаться но в этом году пока еще не видел я чего-то интересного надо же обязательно сказать пару слов об обновке крупника я на нее сегодня не таскал ну вот все что было поймано 50 50 приблизительно ну естественно кайфу больше получаешь при ловле на легкую снасть чем на дрым который весит не знаю там сколько даже мелкую рыбку вытаскиваешь кайфуешь надеюсь побороться волжаночка с этой с оптимой более крупной рыбы когда-то вот пока неизвестно но по крайней мере мы его опробовали протестили мне зашло вот реально чем удобно все комфортно вот сидишь и бачишь просто на эти рука ничего не устает не хватало мне и найти где устюги на соревнованиях когда я уклейку долбил фидером который на 60 грамм тестом длиной 360 вот этим бы я фигачил бы вообще бы дай бог здоровья тем конечно на скорость все равно не очень было ловить вот этим уклейку ведь на скорость был просто изумительно для спорта для спорта это просто незаменимая палка я стоящие водоемы ну и так вот здесь очень рыбачил я сначала думал не про вас и будут думал просто так визуально поставил течение думал сильная нормально стоит крамушка 40 грамм все держит ловил это и этой палкой говорю одинаково примерно ну по рыбе кайфу естественно с этой больше сложен так что я думаю скоро мы увидим в бою опять вот такие вот улов наградила сегодня водоем согласитесь вполне неплохо меня впечатлили даже вот такие вот плотвички такие вот плотвички еще есть такие плотвички причина больше то есть болен такие плотвички так зимой бы вот их в принципе в количестве и хорошего размера вот так плотвички сапушки пусть и ружки ну конечно же это вот у нас единственный бонус не знаю ну полкило где-то около того такой красавец окунек но не на так не то снасть на которую охота ловить на спиннинг было такой лапать лапать что добавить добавить нечего улов есть что-то пожарим что покоптим рыб кошки сейчас будут счастливые меня встречать опять дома но я довольный остался рыбалкой в целом ну вот так поделить пополам это бы все убрать в речку обратно одного вот такого места этого все вода положить было бы интереснее ну что есть что есть грех жаловаться средняя рыба что друзья на сегодня пожалуй все добавить не особо ничего отдохнули порыбачили увидимся завтра думаю скорее всего следим за новостями по крайней мере всем пока новых встреч увидимся